Итак, всем привет, с вами НПГ. Продолжаем играть за Пруссию в мод про 1700 год. Прошло уже аж где-то по-моему 14 либо 15 лет с момента начала игры. Мы стали очень сильными. И сейчас все наши усилия, все наши средства нацелены на постройку флота, который сможет победить британский флот. И я бы сказал, в количественных показателях мы, по-моему, даже его уже опередили. Да. Очень сложно ориентироваться вот в этих названиях, но это вроде как... Ммм... Смитцы. Кстати, легкие тяжелые крейсеры. Линкоры и линейные крейсеры. Окей, если еще расположить это всего, то не совсем. Но я предполагаю, что по качеству мы уже лучше, точно. Но тут еще есть вот этот баф. И я не очень уверен, как он сработает, поэтому мы должны иметь преимущество сверху этого. Так что поехали. И я также использую свои людские ресурсы. Видите, у меня здесь откуда получилось 2 миллиона. Видимо от того, что мы здесь кучу национализировали территории. Плюс я тут потихоньку колонизирую вот сюда. Тут тоже. Смотрите-ка. Да, это 5 миллионов стало... А нет, это колония стала. Окей. Ну ладно. Но в случае, что получили мы из нескольких источников Manpower, стало чуть попроще. Версии, к сожалению, закончились уже. Что с ними поделать? Я думаю, мы пока что в нашей промышленности будем заниматься прокладкой железных дорог для будущих войн. Готовим себе здесь дополнительные армии, чтобы все фронты точно закрыть и гарнизонить все, что надо. И ждем мы, пока достроится наш прекрасный... Вот наш прекрасный кринж-маринга. Поехали. И что ж, наши армии готовы. Здесь обучены. Плот наш практически достроен. Я думаю, здесь этим мы можем, во-первых, тут выключить от тренировок вот этот тоже. Давайте все это не тренируется, пускай это все ремонтируется. И стоит на готове. Отлично. Планализируем, кстати говоря, потихоньку тут Южную Африку. Это так, ради мемов в основном. Там территории нам не то, чтобы прямо нужны. Я бы сказал, вообще не нужны им в жизни. Но ради мемов почему бы нет? Армии готовы. Везде. Гарнизонная защитная линия наших берегов готова. Мы можем начинать. В принципе, союзников давайте пока не будем. Объявляем войну Триру. Русские войска. Четыре... Четыре ночи 26 августа 2014 года. Вступили на территории Трира. Таким образом, начали войну с... Как-то... Четырехсторонним альянсом. Пока что Австрия не вступила в войну. На севере. Практически не встречая никакого сопротивления. Французские войска в Нидерландах были сняты. Смяты, точнее. Австрия все еще не решает вступить в войну. Но и ее можно понять. Французы просто не продержались даже и нескольких дней. И пока Пруссия входит на территорию Франции, французы молят о помощи австрийцев. Ведь... Бруссаки уже под Парижем. Они уже в Париже. Помощи все нет. Австрия абсолютно игнорирует призыва помощи. В принципе, в Пруссии без разницы, некоторые уюты австрия призыва помощи, потому что прусские хотят захватить и австрийские территории в том числе. Можем теперь наш гарнизон расширить на новые земли. Потому что война еще затянется. А прикрываться от британского вторжения надо. И вторжение прошло намного быстрее, чем ожидали прусские генералы. И, следовательно... Следовательно, флот еще не готов к такому моменту. Ну что ж, надо будет просто захватить Австрию в этот момент. И как раз к моменту падения Австрии, я думаю, наши сверхтяжелые корабли будут достроены. Время прусские... Рейдеры... Встраивают беспощадные налеты на британские корабли прямо у их берегов. И их не могут остановить никак. Они слишком быстро атакуют и слишком быстро потом отходят. А авиацию еще пока никто не изобрел, чтобы на них быстро отвечать. Кроме того, в Германии уже были построены автобаны в 1714 году. Вы представляете? После этого, когда немцы вошли в Францию, они не ожидали, что могут быть такие плохие дороги у европейской страны. И жестом доброволи они решили проложить новую дорогу прямиком до Парижа из Берлина. И еще на всякий случай вторую на севере через Нидерланды. Как бы, почему бы и нет, верно? Британцы тут пытаются высадиться, но... Они сразу же оказываются обратно в море. И еще параллельно тратят свои войска об новообразованную стену. И потери всего лишь 192 человека на то, чтобы капитулировать Францию. Ужасно для Альянса. И вот брусаки на новых позициях. Они уже успели занять позиции перед Италией. Также они готовы атаковать небольшие территории Австрии под Нидерландами. И несмотря на то, что Австрия пыталась остаться вне этого конфликта, такой возможности им брусаки не дают. И просто сметают любые попытки на сопротивление. Германия объединится в этом, либо в следующем году. В этом. Нет, ладно. Декабрь. В следующем году Пруссия останется единственной европейской державой, сохраняющей полную независимость. Более того, и единственной мировой сверхдержавой. Больше не осталось сопротивления как такового. Лишь Британия на своих островах пытается что-то сделать, но это ненадолго. Ведь прусские сверхтяжелые линкоры уже готовы практически. Заметив, что тут еще есть французские территории под Турцией, оккупированные, брусаки, решив помочь Турции, отправили туда кальческую армию, которая сменит, так сказать, управление. Благодаря действию небольших боевых групп теперь прусское командование полностью знает о составе британского флота и действия против них будут максимально простыми. Еще также остались небольшие нейтральные государства. К сожалению, в наши времена нейтральным быть нельзя. И с началом захвата последних нейтральных территорий король прусский, а ныне уже император, решает объявить о создании Германской империи. Сопротивление моментально уничтожается. И вот уже все немецкие земли под единым контролем. И вот первый сверхтяжелый корабль спущен на воду, и он готов уничтожать британский флот. Осталось лишь дождаться второго, и русское военно-морское командование будет разрешать вести операции против британцев. И вот корабли готовы. Время уничтожать британский флот. И, ну, у него просто нет шансов абсолютно. Любая битва начинается, и сразу же британский флот идет на дно. Теперь можно готовить полноценную высадку. И вот русская команда подготовила все планы для вторжения. Через 10 дней все войска будут готовы. Последняя битва в Пруссии против мировых держав начинается. И вторжение проходит достаточно успешно. Их проблем, порты взяты моментально. Путь на Лондон свободен. Путь на оставшуюся Британию также. Больше не осталось мировых северодержав. Мировых морских держав есть только в Пруссии. А ныне Германия. И вот так теперь выглядит новый мир. Британия осталась под прямым управлением Германии, как и Франция. Больше единая Германия не позволит никому быть независимым. Нагерланды полностью будут интегрированы в состав Германии, как и часть ближайших французских земель. Более того, основная часть австрийских земель и, так сказать, польских, тоже отходит Германии. Германия тоже их интегрирует. Также она получает небольшие порты в Атриатическом море. И варионетит, к сожалению, не подсвечивается, большую часть итальянских держав, восстанавливая им независимость и оставляя их в раздробленном состоянии, чтобы из них не могла, так же, как и Германия до этого была восстановлена, появиться сильная держава. Все флоты, пачные, уничтожаются. Кроме Германии, ни у кого больше не будет сильного линейного флота. Также бывший шведский флот, поскольку он уже очень устарел, подвержен тоже уничтожению. Остается у Германии Босфорский пролив для контроля. Здесь французские территории будут преобразованы в Турцию, к сожалению. Там не красиво не получилось, как и здесь вот подправить. Балканы также остаются раздробленными под основным германским управлением. И в целом, я думаю, на этом мир наш закончен. Кроме того, мы, конечно же, забрали себе колонии все. Германия осталась единственной ведущей державой, неоспоримой и непобедимой. На этом, я думаю, наше прохождение можно закончить. Получилось оно достаточно интересным. Единственные боты в этом моде, по моим ощущениям, не достраивают себе армию, делают ее недостаточно качественной. Лишь по моим ощущениям. Вот. Так что, ребята, все, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.